Ребята, а жёсткое продолжение вы можете увидеть на моём канале. Да, ребят, ссылочка в описании, и там было настолько жёстко. В общем, не буду вам ничего спойлерить, переходите и смотрите. Всем привет! Меня зовут Алина, и я рада приветствовать тебя на своём канале. Сегодня, как вы видите, я снимаю видео не одна, а со своей любимой сестричкой. Я зовут Лиза. У меня тоже есть канал, на котором 700 тысяч подписчиков, поэтому переходите. Обязательно подписывайтесь, если вы ещё не подписаны на неё. А сегодня мы снимаем 24 часа в магазине. Вы вообще себе это представляете? Я не понимаю, как это всё будет. Я сейчас в недоумении, я не понимаю, как мы будем, во-первых, ходить в туалет, просто кушать, как мы будем просто жить 24 часа в супермаркете. Мы разбили это видео на две части. Одна часть на канале у Лизы, а вторая часть у меня на канале. Я надеюсь, вам понравится это видео, потому что мы действительно старались. Мы очень старались, серьёзно, поэтому с вас подписочка, ребятам! И лайки, потому что, ну, это действительно очень сложно, это не так легко, как кажется. Что нам надо взять с собой в магазин? Ну, я предлагаю... Что нам надо с собой взять? Я предлагаю не брать, как в машину, мы брали одеяло, подушки. Не-не-не, это мы брать не будем. Потому что там достаточно тепло, и у нас будут куртки. Я думаю, даже ничего, просто денег купить, там, наяву, если... Деньги и телефон, всё, что нам надо, и камера. Да. Ну что ж, поехали! Итак, мы уже идём в магазин, собственно говоря, там, где мы проведём 24 часа. Я очень сильно волнуюсь, потому что, блин, не знаю. Но мы как бы особо не спешим туда идти, потому что мы понимаем, 24 часа в магазине. Да, мы выучим каждую полочку просто. Ладно, мы идём и вернёмся к вам, когда будем заходить. Увидимся через секунду. Всё, мы уже в магазине. Ну что, вы готовы? Ребята, здесь очень людно, просто посмотрите. Да, здесь очень много людей. Но... Ладно. Добро пожаловать. Давай сначала обойдём весь магазин и посмотрим, где нам лучше всего спрятаться. Давай. В общем, я же, в принципе, не знаю, что где тут в магазине находится. Я знаю одно место, где можно спрятаться. Это самое мягкое место, так как я уже туалетным помогаю. Смотрите, вот здесь вот на первой полочке вот, в принципе, можно спрятаться. Но я не знаю, как будет по поводу беспалевности, но спрятаться можно. Серьёзно? Ты хочешь сказать, что ты сюда залезешь? Сейчас. Ты же не поместишься. Такая жёсткая торчит. На это место нам не подходит. Пошли дальше. В принципе, если мы не найдём место, то можно как-то будет всё куда-то спрятать и сюда спрятаться. Ну, то же самое здесь. Вот, давайте я вам покажу. Места, в принципе, предостаточно, чтобы не спрятаться. Я не знаю, где мы спрятаемся. Я предлагаю тогда сейчас поискать такие места. Ну, и вот эти вот часов 7 до вечера просто походить здесь и погулять. Мне кажется, нам придётся где-то стоять, потому что... Ну, тут нет реального места. Пойдёмте ещё поищем. Я думала здесь сесть. Ну, как бы. Мы раздаём себе компьютер. Нет, ну реально, я просто не знаю. Можно, смотри, есть идея сесть просто... Ну, сесть посидеть, отдохнуть. Вот на той штуке. Вот. Сесть отдохнуть, в принципе, можно и здесь. Здесь мы, наверное, проведём больше времени вообще. Да, наверное, придётся нам сидеть здесь. Если бы это был эпицентр, мы бы просто... Там миллион мест. Есть ещё одна идея. Там, где всякие водички, напитки. Идёмте, покажу. Ну, пошлите дальше посмотрим. Я нашла место, смотри. Конечно, полежать здесь не получится, но спрятаться тоже. Это находится за разными холодильными камерами. Вот так вот Алиля пробирается. Ребят, серьёзно, мы нашли место. Это очень круто, потому что я не думаю, что здесь нас заметят. Но есть один минус. Нас реально все могут видеть и просто смогут играть. Мы как витрини, знаешь, типа... Привет! Привет! Ну, что, посидим пока здесь? Я предлагаю сейчас поискать ещё места. То есть это нам на вечер, когда всех уже будет, ну... Я предлагаю сейчас здесь пока стоять. Да? Хорошо, ну тогда побудем здесь. Посмотрим на реакцию окружающих. Классный вообще такой. Давай реально сейчас так у всех пронтовать. Ладно, давай уже вылазить. Поиск, поищем ещё места какие-нибудь. Это как запасное у нас город, да? Главное, если не упасть. Ой, тут так грязно. У нас планы такие. Сейчас мы будем просто как... Просто бешеные. Часа четыре. Ну реально часа четыре. И даже больше, больше. Мы будем просто ходить по магазину или сидеть, то есть где-то... Ну, вот что-то такое. Но, когда будет вечер, мы переберёмся в то место, между стеклом и холодильником. Ну и там уже будем достаточно много. Да, вас снимать, да. Если мы найдём какое-то ещё место, мы вам обязательно покажем. Конечно. У нас тут будет много времени, поэтому нормально всё. Вау! Мы нашли свой ряд. В общем, здесь мы будем большую часть своего времени проводить. Реально, будем проводить здесь всё время. Ты любишь мёд? Обожаю мёд. И, кстати, надо будет потом купить мёд и какие-то печеньки. Смотри, мёд, да. И покупаем какие-нибудь уже такие вот правильные печеньки или бисквитики и просто мажем. Какая-то. Боже, мы уже придумали миллион вариантов, как чего можно есть. Кстати, стой, а сколько время прошло сейчас-то? Обидеть, прикинь, знаешь, сколько это прошло? Час десять. Вот так быстро он пролетел. Не, мне пока всё нравится. Ну, не знаю. Мне тоже. Мне даже интересно как-то, мне смешно. Я не знаю. Мы уже просто выучили людей, которые ходят тут, изучили. Будем, знаешь, скоро как консультанты. Хотите вам что-нибудь подсказать? Да, это стоит 3 гривена, 3 тысячи рублей. Да, 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 да. Не, мне пока нравится всё. Ну да, в общем, я думаю, вам не особо будет интересно, если вы будете просто следить, как мы просто смотримся в 5 часов. Ну да, поэтому мы будем представлять вам какие-то интересные, классные моменты. Да, так что давайте дальше. Алина нашла себе занятие. Алина, что ты делаешь? Считаю состав. Ну да, почему бы и нет? Да блин, вы знаете, тут столько химии всякой. Слушай, я придумала. Если здесь продаются книжки, это будет круто. Идём искать книжки. Сколько уже времени пришло? Уже 2,5 часа прошло. Идём дальше. А нам ещё 22. В общем, идёмте, найдём книжки. Короче, ребята, это наша. И мы нашли, что почитать. Конечно, это какие-то аппликации, но здесь должны быть какие-то обычные книжечки. Ну, в общем, мы нашли себе занятие просто на остальные где-то часа полтора. Да, мы можем рассматривать там какие-то открыточки, там думать, кому что надо. Выбирать подарки на Новый год. Да, почему бы и нет, серьёзно. И ещё здесь есть какие-то вот такие аппликации, в которых можно позависать на картинках, да? Ну да, да, да. Почитать, вот, есть что-то написано, вот, почитаем, что ли. Вот была бы здесь энциклопедия, было бы классно. Блин, реально. Будем здесь. Да, будем здесь что-то делать. Смотрите, какой дождик. Я знаю, что вам неинтересно, но что я могу сделать? Смотрите, прошло 4 часа, и Лиза вообще уже с ума сходит. Что ты делаешь? Я считаю конфетки и упаковки. А вдруг, вот скажи, а вдруг в двух упаковках две одинаковые упаковки, а разное количество конфеток? Точно. Так что, давай я тоже возьму. Ребята, мне скучно, я не могу. Ребята, а жесткое продолжение вы можете увидеть на моем канале. Да, ребят, ссылочка в описании, и там было настолько жестко. В общем, не буду вам ничего спойлерить. Переходите и смотрите. Мы сейчас залазим в то укромное местечко, там, где были уже сегодня. Вы понимаете, да, где это? Сейчас поснимаем реакцию людей просто на это. Вот, Лиза уже здесь. Сейчас поснимаем реакцию людей. Я предлагаю просто стучаться, да? Да? Да. Все, просто каждому. Да, просто каждому. Все. Короче, давай, сейчас будет проходить, и мы типа стучать будем. Смотри, какой ты. Лиза, это мой папа. Лиза. Лиза, нам капец. Лиза, быстрей. Ё-моё, быстрей, быстрей. Это Алина и папа. Быстрей, быстрей.